Никому не удается избежать момента, когда нужно получать или менять паспорт. Но даже такая, казалось бы, стандартная процедура может запомниться на всю жизнь. Особенно, если документ вручают в День Конституции страны. Все подробности и интересная информация о главном документе любого человека у Даниила Седова. Торжественные наряды в честь получения первого паспорта. Обычно все проходит гораздо проще. Но сегодня случай особый. В честь Дня Конституции России в Иркутске 45 ребятам со всего Прибайкалия вручают главный документ. Дети, попавшие в зал, отличились в спорте, творчестве или учебе. Родион Калик не только приносит из школы пятерки, но и завоевывает медали на соревнованиях по легкой атлетике. Не думал, что все так пройдет, что мы будем сидеть за круглым столом. Это было очень интересно и позитивно. Теперь появились больше прав, больше ответственности. С начала года в области паспорт получили более 120 тысяч человек. Сейчас в документ, кроме привычной информации, можно внести еще один штамп с группой крови. Поставить его можно в любом медучреждении. После процедуры документ по-прежнему будет действителен. Однако пока пользуются такой возможностью немногие, потому что просто не знают о ней. Так же, как и об еще одном интересном факте, выбрать себе красивую серию или номер паспорта нельзя. Хочу огорчить, наверное, наших граждан, потому что, так скажем, по порядку, да, номера располагаются. Взять просто понравившийся номер и обрадовать гражданина такое вряд ли сейчас возможно, потому что все, конечно, и компьютеризировано. И на сегодняшний день это кому повезет. Немалая доля не только везения, но и внимательности необходима обладателям документа. Паспорта нередко портят не по своей вине, их пробуют на зуб животные и стирают в машинке. Ежегодно несколько сотен документов становятся непригодными, и их хозяева обращаются за новым документом. Но, кстати, теряют паспорта чаще, поэтому самое главное всегда держать в надежном месте вещь, от которой зависят твои права. Данил Седов, Марина Минченко. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова